Вешаем одеяло и закрываем одеяло. Вообще, вот эти батареи здесь, вот сколько? Раз, два, три, четыре штуки только. Не вот там это, некоторые там может быть много. Четыре штуки, нечем дышать. Галина Забирова постоянно держит окна открытыми, но дома все равно жарко. Очень жарко. За ночь раза три-четыре открываю. Хоть холод, хоть мороз был. Любую погоду вообще. Ладно, там сейчас тепло. Ну и сейчас тепло. Зачем это столько топит? Для чего это? Наверное, для того, чтобы за отопление с одной квартиры приходилось платить больше трех тысяч в месяц. И это не единичный случай. Такая проблема по всему Саранску. Бабушки, дедушки с межзинными зарплатами, мизерными пенсиями должны оплачивать за тепло такие огромные суммы. Ну это куда годится? Мы сейчас, вот наше время, вот сейчас мы топим улицу. Ведь можно убавить тепло. И ночью можно вообще убавить. И днем, когда сейчас тепло, можно убавить. Но это еще полбеды. Жильцов домов, которые раньше обслуживала ГУК Юго-Западная, компания Т-Плюс вообще заставляет заплатить за отопление дважды. Людям приходят счета на оплату долгов, которых у них нет. В моем доме жители, многие проплатили за все свои долги, оплатили. В том числе у меня был небольшой долг, этот долг, 3 тысячи. Он был погашен. Мне приносят квитанцию на 3 тысячи. Долг. Откуда взялся этот долг? Мы платим, платим, платим. И все тот же долг. Вот, заработные платы с нас снимали. Я платила 47 тысяч с другой сестры, 50 тысяч. С мамы каждый месяц по 50 процентов снимают. А долг не убавляется. Выходят, те деньги, которые люди платили ГУК Юго-Западной и ее директору Виктору Авдееву, до компании Т-Плюс не дошли. И теперь ресурсоснабжающая организация хочет, чтобы жильцы заплатили по счетам еще раз. Т-Плюс теперь просит, чтобы мы оплачивали эти деньги. Чайка на везде в пропитражном суде, она первая стоит. И говорит, что эти деньги, это деньги ее. Какие это деньги? Это деньги собственников. Почему мы должны ее оплачивать? Пусть она с Авдееву просит. 13 счетов у него было открыто. 13. Пусть тогда ищет, откуда эти счета ушли. Более того, жильцам продолжают приходить квитанции и от Юго-Западной ГУК с требованиями заплатить немедленно и угрозами арестовать имущество, заблокировать счета и испортить кредитную историю. По решению арбитражного суда от декабря прошлого года 14 тысяч собственников почти 200 домов Юго-Запада должны за коммунальные услуги 533,5 миллиона рублей. Вот сейчас оплачивается по этим квитанциям. Куда? Кому? Если люди оплатили, тогда где те деньги, которые уже проплачены? Где их искать? У кого? Председатели многоквартирных домов пытаются вместе добиться справедливости и выяснить, куда ушли деньги плательщиков, если им снова выставляют уже оплаченные счета. Людмила Чекал, Владимир Ильен. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова